По поводу еды. Мы уже этот вопрос, может быть, обсуждали, кто-то знает, кто-то не знает. Иногда люди спрашивают, почему нельзя есть мясо. Мясо обладает самым мощным разрушающим тонким эффектом. То есть мясо имеет очень положительную грубую природу и колоссально отрицательную тонкую. Колоссальнейшую. То есть настолько, как яды. Яды. Вот вы знаете, что цианид, он сладковатого вкуса. Смотрите, у него грубая природа, сладкая. Но вы сразу даете дуба. Огновенно. Потому что это самый сильный сконцентрированный огонь убийственный. Огонь. Тонкий огонь там вложен цианид. Но вкус сладкий. Сладковатый вкус. Сахар. Точно так же мясо. Оно дает грубую положительную природу. То есть грубое тело, оно получает какие-то определенные. Но тонкое тело полностью приходит в негодность. То есть в минусе всегда. А если вы помните, я вам говорил, что все наше грубое тело, оно связано с тонким телом. Если в тонком теле что-то меняется, то тогда это изменится и в грубом теле. А тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Таким образом, все наши болезни в грубом теле можно так же остановить. В состоянии ремиссии перевести. И даже в обратном направлении. То есть сворачиваться болезнь начнется. Если меняется, во-первых, наша самость, эгоизм наш. Менее эгоистичные становимся. Интеллект культивируем. То есть знания духовные. И ум наш становится чистым. То есть мы прекращаем думать о всяких там, всяких гадостях, о глупостях, обо всем. Начинаем возвышенно мыслить. То в нашем грубом теле так же начинают происходить все эти реакции. Вот почему болезни являются... Вот помните, я говорю, что карма, когда какая-то грубая болезнь у нас, это только для того, чтобы мы изменились. Изменились. И еще очень важный момент. Значит, это с мясом я говорил. Что у мяса очень сильная, разрушающая, тонкая природа. Это что означает? Что вы, употребляя в пищу мясо, очень сильно меняетесь. Как человек. То есть ваш ум, ваш интеллект и ваш эгоизм возрастают. Ваш ум становится более примитивным. Интеллект становится более слабым. И ваш эгоизм становится более сильным. То есть более эгоистичным человек становится. Если в тонком теле происходят такие процессы, то в грубом, в соответствии с законом кармы, в грубом теле процессы будут просто ужасные, необратимые. Поэтому вы наверняка слышали, вот врачи-то по крайней мере знают, что мясоеды куда больше болеют, чем вегетарианцы. Куда больше болеют. В течение 7 лет, за 7 лет меняется на клеточном уровне полностью организм. Через 7 лет все клетки, вы в новом теле. Каждые 7 лет мы получаем новое тело полностью. Каждая клетка организма заменена. Ровно 7 лет. И поэтому, говорится, после 7 лет, допустим, чистой жизни, то есть когда человек не ест, его организм становится, то есть для него мясо уже яд. Если 7 лет человек не ел мясо, допустим, не пил вино, там и так далее, то через 7 лет для него это становится ядом. У него будут проблемы, если он это будет делать. Чистый становится человеком. Вся эта аккумулированная энергия в организме сохраняется, но многие процессы хорошие. Следующее. Вся пища распределяется также по модусам. По модусам благость, страсть, невежество. Мясо является невежеством. Но невежеством с преобладанием страсти. Рыба является полным невежеством. Рыба считается полным невежеством. Еще более хуже, чем мясо даже. И также в эту категорию попадают яйца. Это все с позиции тонкой и грубой природы. Конечно, я понимаю, что неприятно, конечно. Как же так? Эх, 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 Вася, Эх, Вася. Я прямо сейчас настроение отравил хоть. Ну ладно, мясо, ладно, бокс. Но рыбу оставь. Оставь рыбу. Куда рыбу потащил? Отбирают у нас последнее. Рыбу и яйца. Яйца-турс. Хорошо, яйца вставляю. Яйца болезнен. Хорошо. Свежие яйца. Это просто нектар. Я просто вам рассказываю, как описывают введы. Я просто рассказываю. Я тут ничего не впытаюсь своего там. Просто это все вопрос осознания того, что вопрос принятия отвержения.